Минздрав России, реализуя свои полномочия, установленные 323-м федеральным законом, утвердил правила проведения функциональных исследований. Они введены в действие приказом Минздрава России номер 997-Н. О чем эти правила? Дается разъяснение, что функциональные исследования проводятся с целью диагностики, своевременного выявления социально значимых и наиболее распространенных заболеваний внутренних органов и выявления скрытых форм заболеваний. Функциональные исследования проводятся при наличии медицинских показаний и при оказании медицинской помощи в экстренной, неотложной и плановой формах. Если функциональные исследования проводятся в рамках оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи, то они выполняются фельдшером, медицинской сестрой. Анализ данных результатов проводится фельдшером. В остальных случаях оказания медицинской помощи функциональные исследования выполняются врачом функциональной диагностики или медицинской сестрой. При этом анализ результатов функционального исследования проводится врачом функциональной диагностики. Однако, если отсутствует врач функциональной диагностики, то анализ результатов проводится лечащим врачом, о чем в медицинской документации делается соответствующая запись. Значит, лечащий врач должен обладать соответствующими навыками. Если пациент получает медицинскую помощь в амбулаторных условиях и нуждается в проведении функциональных исследований, то лечащий врач, фельдшер-акушерка оформляет направление на функциональные исследования, которые заполняются от руки в печатном виде, заверяются личной печатью и подписью медицинского работника. Если же речь идет об оказании медицинской помощи в условиях дневного стационара либо в стационарных условиях, то медицинский работник может сделать запись в листе назначений и их выполнения о виде необходимого функционального исследования. Либо оформляется направление в другую медицинскую организацию, если по месту нахождения пациента его провести невозможно. Примерно такой же порядок и при проведении функциональных исследований при нахождении граждан на санаторно-курортном лечении. Мог бы быть случаи, когда медицинская помощь оказывается в условиях стационара, дневного стационара. Но пациент ограничен в передвижениях по разным причинам. Тогда не запрещено проводить функциональные исследования непосредственно по месту нахождения пациента с использованием портативного диагностического оборудования. К оформлению направления на функциональные исследования предъявляются определенные требования. Я их озвучивать не буду. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вот они. Если же функциональные исследования будут проводиться в другой организации, то помимо тех сведений, которые были изложены ранее в направлении, обязательно указывается медицинская организация, в которой направляется пациент, и контактные данные медицинского работника, телефон, электронная почта, врача, фельдшера, кушерки, которые и оформили направление. Важно! Функциональные исследования проводятся медицинской организацией на основании записи в листе назначений или представленного пациентом направления. В то же время, в рамках оказания платных медицинских услуг функциональные исследования могут проводиться и по желанию гражданина, потребителя медицинских услуг. Об этом сказано в 1006-м постановлении. По результатам функционального исследования в день его проведения составляется протокол. К нему предъявляются определенные требования. Я их озвучивать не буду. Пожалуйста, посмотрите на экран. Мне представляется важным то, что в протоколе должны быть расчетные показатели функциональных нарушений и я считаю, что надо было бы изложить требования к формированию заключения по результатам функционального исследования, чтобы они были единообразны для всех медицинских работников. К протоколу прилагаются функциональные диагностические кривые, графики, ну и либо сами изображения, полученные при проведении функционального исследования. Если имеют место сложные диагностические случаи при проведении функциональных исследований, то допускается привлекать иных врачей в функциональной диагностике, врачей-специалистов, которые направили пациента на данное исследование, иных врачей, а также допускается использование услуг телемедицины. Протоколы вносятся в медицинскую документацию пациента в той организации, где проводились функциональные исследования. Таким образом, если в медицинскую организацию пришел пациент со стороны в рамках оказания платных медицинских услуг, то, на мой взгляд, кроме протокола, должна оформляться медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Если протокол выдается в другую медицинскую организацию, которая направила пациента, то в месте проведения функционального исследования должно быть два протокола. Один остается в этой организации, другой выдается гражданину. Для дальнейшего применения. Бывают случаи, протоколы теряются. По устному запросу пациента, либо его представителя, медицинская организация обязана выдать копию данного протокола. Соответственно, необходимо обеспечить их хранение. В приказе содержится еще ряд приложений, на которых останавливаться не буду. С ними можно познакомиться самостоятельно. На мой взгляд, имеется один важный вопрос, связанный с 291-м постановлением правительства России. Вы знаете, что одним из лицензионных требований является соблюдение порядков оказания медицинской помощи. Много приказов Минздрава России, которые утвердили данные порядки. Приказ 997-Н утвердил правила проведения функциональных исследований. В названии нет слова «порядок». Следует ли, что данный приказ можно игнорировать из-за его названия, так как он не имеет отношения к порядкам оказания медицинской помощи? Отвечаю – нет. Почему? Во-первых, согласно 323-го федерального закона, медицинские организации должны организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации. Приказ 997-Н как раз и попадает под понятие нормативный и правовой акт Российской Федерации. Во-вторых, функциональная диагностика является видом медицинской деятельности согласно 291-го постановления правительства России. В-третьих, в пункте 1 приказа 997-Н четко изложено, цитирую, «Настоящие правила устанавливают порядок организации проведения функциональных исследований в медицинских и иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на основании лицензии, предусматривающей выполнение работы услуг по функциональной диагностике». В-четвертых, порядок оказания медицинской помощи включает в себя этапы, стандарт оснащения, рекомендуемые штаты и иные положения, исходя из особенностей оказания медицинской помощи. Ну, вы знаете структуру. Если проанализировать содержание приказа 997-Н, то в правилах проведения функциональных исследований содержится такая же структура, как в порядках оказания медицинской помощи, основание условия проведения функциональной диагностики на всех этапах оказания медицинской помощи, правила организации деятельности медицинской организации, стандарт оснащения, рекомендуемые штаты и иные положения. К чему я так подробно на этом остановился? В рамках лицензионного контроля Росздравнадзор, а затем и суд при выявленных нарушениях правил проведения функциональных исследований сможет обосновать, что нарушались лицензионные требования и фактически не соблюдался порядок оказания проведения функциональных исследований. Кроме того, в каждой медицинской организации должен осуществляться внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. То есть, проще говоря, медицинская организация должна соблюдать требования приказами Здравой России номер 997-Н. Если они не выполнены, то значит внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности не работает, не соблюдается, имеет место нарушение лицензионных требований, что является основанием для привлечения медицинской организации должностного лица к административной ответственности по статье 14.1.19.20 Кодекса об административных правонарушениях. Приказ вступает в силу с 1 июля 2017 года. Впереди 5 месяцев, чтобы привести деятельность медицинской организации по функциональной диагностике в согласно требований данного приказа. Как медицинский юрист, я однозначно приветствую появление этих правил, так как, несомненно, через введение единых требований они повышают качество и безопасность медицинской деятельности. И, информирую, не запрещено полностью добровольно перейти на их выполнение хоть с завтрашнего дня. Изучайте приказ, выполняйте его требования. Время еще есть. Субтитры подогнал «Симон»